Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем нашу рубрику «Вопросы и ответы». И сегодня мой помощник Астерий подготовил подборку ваших вопросов. Надеюсь, найдем на них ответы. Добрый день. Зачем Господь попускает родиться ребенку в неблагополучной семье, где он подвергается насилию? Зачем Бог обрекает ребенка на такие муки? Часто люди задают вопрос, зачем Бог да почему что-то делает или не делает. Но дело в том, что человек понять мотив поступков Божьих не может в силу своей ограниченности. Понимаете? И поэтому Бог творит то, что хочет. Мы верим, что Бог творит благо. Бог никогда не создавал зла. Бог никогда не творил ничего, ущерб человеку. А все это только во благо. То, что Бог иногда делает не то, что нам хочется, но это понятно. У человека одни планы, у Бога другие планы. И мы часто говорим, Господи, да будет на все воля Твоя. Вот на ту воля Божия, чтобы человечку маленькому родиться в неблагополучной семье. Для чего это? Почему это? Иногда ответ этот возникает уже позже, когда человек проживет жизнь, и он сам свидетельствует о своем тяжелом детстве, о своих неблагополучных отношениях в семье, о том, как вообще Господь его по жизни вел, как ему помогал. И вот все складывается уже в течение жизни в общую картину. А так вот, когда еще ребенок маленький, почему Бог благословил одному родиться здоровым, другому больным? Почему у одного благополучная семья верующая, а у другого нет? Почему ребенок вынужден страдать за грехи своих предшественников, родителей, родственников? Ну, это вопрос, не имеющий ответа, понимаете? Бог так благословил. Цель Бога о каждом человеке – это спасение его души. И поэтому каждому человеку Бог подает для этого спасения все необходимые условия и средства. Вот. А путь у людей разный. Людей разный. Мы все страдаем от греха. Иногда так бывает, что один человек согрешил, а страдают другие. Папа в семье напился и начинает буянить. Маму гоняет, детей бьет, материт всех. Ну, всех страдают. Он согрешил, а другие люди страдают. Тем самым Бог показывает, что мы все взаимосвязаны. Один человек помог другому, и обоим хорошо. И тот, кому помогли, и тот, кто помог. Вот. Поэтому Господь, Он очень хочет, чтобы мы имели ответственность за все, что мы творим. А почему и от чего происходит зло в другой семье, в другой стране, в другом городе по причине каких-то человеческих грехов? И Бог это попустил. Ну, давайте не будем себя мучить этим вопросом. Вот. Потому что на него однозначного ответа нет. Однозначный ответ может дать только Бог. Но можете его спросить. Если он вас желает, то его получите. Я живу в Белоруссии. Несколько лет назад планировал переехать в Европу. Но засилие там мигрантов из арабских стран меня остановило. А сейчас фактически у меня на глазах толпы беженцев штурмуют границу с Польшей. Такое впечатление, что я живу в эпоху великого переселения народов. Мне жаль беженцев, но тот ужас, который происходит сейчас из-за них в Белоруссии, меня тоже не устраивает. Вы видите какие-то пути решения проблемы мигрантов? Ну, я не занимаюсь проблемой миграции. Вообще, человек, если ему хорошо живется, он никуда не побежит. Оставить свою родину, оставить свой дом, пуститься в путь в неизвестность, приобрести множество-множество всяких трудностей на этом пути. Это может вынудить человека только какое-то крайнее обстоятельство. Либо война. Вот мы видим, как войны, они заставляют людей бежать из собственной страны. Либо совершенно такая неблагополучная экономическая обстановка, когда просто нечего есть, нечем детей кормить, и люди бегут. Такие массовые переселения, они всегда причина каких-то очень серьезных нестроений на их родине. Причина, как решить эту проблему? Вот решать те проблемы, которые возникли там, где они исторически жили и живут. Помочь им эти проблемы решить. Но люди, которые занимаются глобальной политикой, им судьба нескольких сотен или даже тысяч людей, она совершенно неинтересна. Им интересны только собственные интересы в том или ином регионе мира. Поэтому они войны развязывают, они устраивают всякие голодоморы, они устраивают всякую бесчеловечность. Это им выгодно, это дает им доход. И призвать к совести этих людей, ну это совершенно бесполезно. Они ее давно уже утратили, ну совершенно утратили, у них ее совершенно нет. Ведь взывать можно только к совести человека. А если совести у человека нет, то взывать просто не к чему. Это все равно, что пытаться взывать к чему-то покойника. Человек уже умер, а мы пытаемся к чему-то его призвать. Ну поздновато уже. Поэтому вот эти все глобальные процессы, происходящие в мире, они совершенно не учитывают интересов простых людей. Вот интерес только власть имущих. Чем у человека больше власти, тем больше его интерес может быть учтен при каких-то вот этих глобальных решениях. А так простой человек вообще мало кому интересен. Это только вот когда предвыборная кампания, вот там говорят о интересах людей, о заботе, о стариках и детях. Ну это такая предвыборная специальная кампания. Вот. Когда она проходит, то уже никто об этом ничего не вспоминает. Все продолжается течь своим чередом. Вот. Поэтому как? Если рядом с нами оказался человек неимущий, то по слову Господня мы должны ему помочь. Если у тебя он наг, одень его, если он голоден, накорми его. Если он без крыши над головой, приюти его, помоги ему. Вот то, что мы можем сделать. А критиковать, рассуждать глобально о тех проблемах, которые сейчас в мире творятся, ну это как бы ни к чему не приводит. Голодный от этого сытный не становится, а ногой одетым. Это вот если только взять, открыть собственный шкаф или холодильник и достать оттуда, и поделиться с тем, кто имеет в этом нужду. Вот это будет христианство. Это будет христианский поступок. И Господь очень хочет, чтобы каждый из нас об этом не забывал. Понимаете? Вот. А то люди рассуждают, как все плохо, как все несправедливо, как все неправильно. А при этом сами сделать ничего не хотят. Они все хотят творить добро чужими руками. Полезно ли прикрывать милостыню видимостью корысти, чтобы избежать похвалы? Например, открыто помогать нуждающимся продуктами питания ради Христа, а выставлять, будто хочу, заработать голоса для победы на муниципальных выборах. Будут ли такие дела зачтены, как сделанные в тайне? Ну, себя оклеветовать тоже нельзя. Это нехорошо. Добро, ну, как бы, его нужно творить ради Христа, ибо только добро ради Христа имеет вес и цену в будущей жизни. А как-то там это все прикрывать? Хорошо, если мы можем сотворить добро, например, через кого-то, но чтобы не получить похвалу напрямую себе. Вот как Господь это всегда творит. Человек просит у Бога помощи. И Господь посылает своего раба, некоего человека, которого он избрал, для помощи. И мы хвалим или благодарим врача, который помог в болезни. Ну, исцелил-то Господь. Нашего благодетеля, который нам помог в трудной ситуации, но подал-то Господь. И так в каждой ситуации. Вот Бог творит через людей свою милость, потому что Он смиренен. И Он как раз очень хочет, чтобы мы помнили и благодарили Его, но не превозносили вот тех людей, которые нам благотворят. Мы должны их благодарить. И сами должны всегда благотворить. Искать похвалы нельзя. И говорить о том, что мы сотворили, не нужно. Хвастаться какими-то собственными достижениями – это греховно. Если нас хвалят, ну, потерпи эту похвалу. Не отнекивайся, не оправдывайся, не надо ничего говорить. Просто молча потерпи, пока тебя хвалят мысленно внутри себя, благодаря Бога за всё. Вот. А если человек не заметил или не знает, что это ты, ну, и хорошо. Хорошо. Бог знает, Бог тебе воздаст. А вот так вот, ну, специально, что ли, прикрывать своё добро ложью? Нет, не стоит. Не стоит. Если человек управляет автомобилем в пьяном виде, лихачит на дороге и, попадая в аварию, погибает, можно считать его самоубийцей? Ведь он свою жизнь не ценил. Прямо так вот, чтобы как самоубийца приравнять к тому, кто выбросился из окна в отчаяние? Нет. Если человек впал в состояние отчаяния, выпил для храбрости, сел за руль машины и направил её в фонарный столб и разбился, погиб. Ну, это, конечно, самоубийца. Вот. А если человек, ну, вот, в таком безумном состоянии попал в аварию и погиб, мы его не причитаем к самоубийцам. Хотя каждый человек, например, пьющий, он сокращает свою жизнь и гибнет зачастую именно от своего предстрастия. Ну и что? Ну, мы всё-таки к такому человеку оказываем некое снисхождение и отпиваем его, не причитая его к самоубийцам. Да вообще каждый человек в течение всей своей жизни очень вредит своему здоровью. Один курит, другой пьёт, третий ругается, четвёртый там всякой неполезной пищей увлекается. Кто-то, ну, устраивает такие опасные для себя эксперименты. Есть люди, которые очень любят экстремальные виды спорта и нередко в них получают либо увечья, либо гибнут. Но мы тоже не причитаем такого к самоубийцам. Понимаете, если человек в результате такого вот экстремального проведения отпуска собственного погиб, ну, мы сожалеем о таком, как бы, случае его гибели. И всё-таки молимся за него. Если он крещённый, то как за человека крещённого, воцерковлённого. Мы как бы поминаем его и на божественной литургии, если он был воцерковлён. Хотя, конечно, жаль, что человек поддался такой своей страсти, в результате которой потерял жизнь. Так что нет. Здесь вот напрямую сказать, что это вот самоубийца – нет. Самоубийца – это желание человека расстаться с жизнью. Чем-то она ему уже не устраивает жизнь. То ли тошно стало, то ли тоскливо, то ли вот какое-то ещё вот отчаяние на человека напало. И тогда вот человек, убегая от трудностей этой жизни, он с ней расстаётся сознательно. Ну, такого человека мы как бы жалеем, но уже в церкви не поминаем. Попросили стать крёстной ребёнка, живущего в другом конце России. Думала отказать, но услышала от одного медийного священника, что в современном мире достаточно просто молиться за крестника. А обязанности приобщать ребёнка к церковной жизни на крёстной не лежит. Вы согласны с таким утверждением? Мне 34 года воцерковилось два года назад. Ну, нет, не согласен. Обязанность крёстного – это помогать родителям именно в воцерковлении. Причём таком реальном. Родителям зачастую не хватает времени и сил на то, чтобы заниматься именно религиозным воспитанием своих детей. Они обременены постоянной заботой. Одеть, обуть, научить, вылечить, когда ребеночек заболел. И если родители не очень воцерковлены, то и ребёнок остаётся без церковной службы, без причастия, без молитвы. И просто за него молиться. Ну, а что вам мешает? Для этого не нужно становиться крёстным. Если вы знаете семью и детей в этой семье, ну, молитесь за них. А крёстный – это тот, кто будет участвовать. Кто придёт и подарит первую книжку, там, детская Библия, кто вместе с ребёночком её прочитает, кто объяснит ему смысл того, что там написано. Тот, кто выучит с ним первые молитвы, тот, кто будет заботиться о том, чтобы ребёнка, ну, как минимум раз в две недели причащали святых христовых тайн. Зачастую крёстные, они являются такой движущей силой для всей семьи. Вот, крёстный звонит, так, собираемся, идём, а родителям, может быть, не очень хочется, хочется выспаться. Нет, вы мне обещали, я приеду, и вот одевайте, собирайте. Ну, вот для этого, для этого. Интересно, получается, один ребёночек при двух живых родителях, он ещё приобретает ещё папу и маму крёстных. Четыре взрослых человека на одного ребёнка. Немного ли? Ну, на самом деле, немного. Хорошо, если ещё в процесс воспитания включатся и бабушка, и дедушка, и, с другой стороны, бабушка и дедушка, если есть тёти и дяди, чтобы все единодушно, все, с кем имеет ребёнок общение, приобщали бы его к вере. Вот тогда это действительно будет такое христианское воспитание. Понимаете? Потому что на самом деле не хватает детям внимания. Мам, почитай мне, ой, погоди, мне некогда. Пап, поиграй со мной. Ой, я так устал, давай в другой раз. Понимаете? Вот это обычная ситуация в семье. Мама занята, папа устал, а ребёнок, который нуждается в общении, у него накопились вопросы к взрослым. И он хочет их разрешить. И эти вопросы остаются без ответа. А здесь крёстные. Вот они должны быть в помощь. То есть это человек, который будет в доме, ну, как ближайший родственник. А если он далеко, ну, как бы его функции тогда, собственно, остаются невыполненными. Молиться. Мы молимся. У каждого православного человека длинный список имён, которые он поминает во время молитвы. Там есть крёстные, дети, там, соседи, дети моих знакомых, там, и так далее, и так далее. Ну, вот. Для этого, говорю, ещё раз повторюсь, не нужно быть крёстным. Просто молитесь, и всё, и хорошо будет. Ну, крёстный такой человек, который имеет право лезть в чужую жизнь. И вот у меня, я просто сам являюсь крёстным многим людям. И мне, как я могу присутствовать в чьей-то жизни? Как я могу позвонить взрослым людям и сказать, завтра утром идём в храм? А для этого нужно оговорить с ними. Когда тебе предлагают стать крёстным, ты скажи, я согласен, но вот на таких условиях. Ребёнка будем причащать раз в неделю. Если вам тяжело, я буду за ним приезжать, и вы мне не откажете. Вот. Если ребёнок здоров, не болен, то вы мне его собираете, и я его буду причащать. Я буду приезжать к вам с тем, чтобы с ним позаниматься. Если вас это не устраивает, то тогда ищите другого человека. Потому что, ну, собственно, а чё там? Обычно же всё-таки крёстных приглашают из числа близких друзей. И я думаю, что не откажут. Не откажут. А если они так формально подходят к крещению, ой, да там посмотрим, да нам это не надо, здесь совсем не грех. Сказать, знаете что, ищите тогда себе другого крёстного. Или крестите, если батюшка согласится, вообще без крёстных. Я – нет. Ну, а чё здесь на себя брать ответственность, которую я не смогу понести. Причём не по моей вине, а по вине тех, кто меня приглашает. Вот. Поэтому, нет, тут так не надо. Формальность Бог не терпит. Вот никогда не надо ничего делать формально. Это Богу противно. Мне 31 год. С 17 лет ищу православную девушку для создания семьи, как домашней церкви. Молюсь Богу, чтобы он мне послал хорошую жену. Но за эти годы ни разу не совпало, чтобы нравились и характер, и внешность. Только в ранней молодости были подходящие девушки, но тогда я был слишком нерешителен. Прошу вас, отец Александр, помолитесь за меня и помогите мне советом. Может быть, мне лучше лично к вам приехать в храм и всё рассказать, чтобы вы посмотрели, какой я человек, и прямо сказали бы, что мне нужно с собой сделать. Город Минск. Ну, я не знаю, смогу ли я прямо сказать и вообще понять, что вам делать. Молиться Богу, вопрошать Его, какова Его воля о вас, и стараться жить по Евангелию. Вот к этому призван каждый человек. Почему не даётся семейная жизнь? Здесь очень трудно понять, очень много всяких нюансов. То ли вы не хотите и слишком придирчивы к девушкам, к женщинам, то ли они находят в вас какой-то недостаток и не соглашаются на брак. Я не знаю. Здесь много всяких причин. Есть люди, неспособные к семейной жизни, вот вообще, в принципе, неспособные. Есть люди очень и очень придирчивые, ну, ко всему. Вот, они такие педанты, они такие перфекционисты, вот им надо, чтобы всё было идеально, чтобы всё было вот так, как они видят. Ну, понимаете, это даже не то, чтобы идеал с точки зрения всех и вся, а с точки зрения конкретного человека. А такого найти, ну, это вообще невозможно. Везде есть плюсы и минусы. Вот, поэтому даже вот одна работа человеку стала уже не в моготу, он хочет поменять работу. Часто люди приходят, батюшка, благословите, сменить работу, здесь вот больше не могу, такие-то причины. Но на новой работе там не будет всё идеально, и там будут свои минусы. Может быть, не будет того, что здесь, но придётся терпеть то, что там. Вот, поэтому те люди, которые одинокие, они мечтают о семейной жизни. Те, кто эту семейную жизнь уже приобрели, зачастую мечтают от неё отдохнуть. Потому что, ну, что-то уже стало очень и очень сильно не в моготу в этой семейной жизни. Понимаете, даже задумываются, а не поменять ли им семью. Вот из этого идти, найти другого человека, там будет лучше. Ну, и в конце концов человек остаётся просто ни с чем. Вот, просто ни с чем. Это очень часто такая вот ошибка, которую люди совершают в своей жизни, она необратимая. Человек обидел своих близких, хлопнул дверью, потом понял, что без них он жить не может. Что всё, что ему дьявол внушал, это сущий обман. И никакого счастья, радости, какого-то взаимопонимания, которое ему казалось, вот оно сейчас придёт, и вот мы сейчас будем жить душа в душу. Бывают редчайшие случаи, когда человек обретает счастье в новой семье. Но это редчайшие случаи. Как правило, либо он, ну, уже деваться некуда, ну, не бегать же всё время. Вот, хотя некоторые там и три, и четыре даже раза умудряются за жизнь замуж выйти или пожениться, но это всё от безысходности. И человек уже несёт то, что не захотел в первой семье нести, несёт во второе, понимая, что, ну, а куда деваться, и здесь не идеально. Вот, поэтому в чём причина вашей такой неустроенности семейной жизни, я не знаю, и вряд ли разберусь даже при общем, при личном общении с вами. Вот, здесь надо Бога вопрощать и понижать, может быть, планку своих требований. Вот, потому что, если вы хотите семью, супругу, детей, вам придётся терпеть, терпеть. Понимаете, вот, люди говорят, как я мечтаю о детях. А потом, говорит, я уже третью ночь не сплю. Они, наверное, плачут, что-то он приболел, вообще уже хожу из стороны в сторону шатаюсь, голова не соображает. Рожает, вот, ну, хотел, вот. Ты хотел радости общения с ним, она придёт. А сейчас пока потерпи его малолетство, его капризы, его болезни, его такие вот бессонные ночи с ним. Потерпи, ну, а куда деваться. Если потерпишь и будешь к нему с любовью относиться, он тебе ответит потом любовью, и будет тебе радость. А так что, знаете, это только чужие дети умиляют. Взял на ручки, потискал, за щёчки подёргал, поцеловал. Ой, какой миленький, ой, какой такой, ну, и, собственно. А потом, ну, на, мама, держи. Что-то он, говорит, заплакал, наверное, есть хочет. Или надо переодеть, и скорее отдаёт его в чужие руки, в другие руки. А ты? Не, я нет. Вот пока он улыбается мне, я его держу. Как только он губки скривил, я его сразу, на, мамочка, возьми своё чадо. Вот и так по жизни вообще всегда и всё. Вот, поэтому к семейной жизни нужно относиться всегда с готовностью терпеть. Много терпеть, долго терпеть, с молитвой терпеть. И тогда счастье, оно придёт. Но, может быть, не в первый день. За него ещё придётся очень-очень много побороться. У нас голосовое сообщение. Как научиться доверять Богу? Когда у меня что-то не получается, я не спрашиваю Бога, как это сделать. Я забываю об этом. А когда я делаю доброе дело, я останавливаюсь, когда я начинаю бояться. Не забываю, что меня поддерживает Бог. Чтобы научиться Богу доверять, нужно понуждать себя делать то, чему Он нас учит. Ведь очень часто люди не исполняют заповеди Божии, творят свою волю. Потом, как результат, какие-то трудности в жизни. И вот человек начинает скорбеть и даже возмущаться. Ну, я же Богу молился. Ну, молился. Бог тебя научил, как нужно было поступить. Но ты поступил по-своему. И в результате приобрёл некие скорби в жизни. Помолиться этого как бы маловато. Нужно ещё последовать тому совету, который Бог даёт тебе. И вот когда человек начинает исполнять то, что Господь говорит, то в его жизни происходят сплошные чудеса. Понимаете? И вот тут-то как раз человек чувствует, что Богу можно доверять. Что то, что Он говорит, это истина. То, к чему Он призывает, это самый лучший путь. Вот тогда и возникает это самое доверие. А когда мы вмешиваемся в промысел Божий своей злой волей, причём совершенно даже не понимая, к чему это может привести, ну, вот нам так показалось. Ну, и это всё кончается всегда расстройством. Человек получает не то, чего хотел бы. Но не Бог же в этом виноват. А тот человек, который, ну, может быть, тебя смутил, может быть, как-то к тебе, ну, что-то внушил своё. Вот. А человек принял. Всегда же мы выбираем. Есть совесть, она говорит одно. А есть соблазн, он говорит другое. И вот мы начинаем колебаться, колебаться. И если выбираем путь по совести, в нашей жизни всё замечательно. Если выбираем путь соблазна, в нашей жизни всё рушится. Ну, вот, собственно, это как бы что для детей, что для взрослых, всё одинаково. Если ребёнок послушен своим родителям, ну, как же ему хорошо живётся. Ему игрушки покупают, с ним и гуляют, ему идут навстречу, ему всегда готовы помочь. Вот. Ну, никогда не бывает отказа. Если ребёнок послушен. Мама, там, прибери постельку. Да, мамочка, смотри, что застелил. Ой, помоги, помой посудку. Ой, с радостью мамочка бежит и перемыл всю раковину посуды. Ну, и как? Так, всё, давай, откладывай свои игрушки, пора спать. Как скажешь, мамочка, давай, почитай мне книжечку, чтобы мне скорее заснуть. Ну, вообще, ну, вот, ну, это мечта каждого родителя о таком ребёнке. И ему хочется, вот, ну, хочется ещё что-то делать, понимаете. Вот за каждое такое его послушание хочется вот его осыпать всякими милостями. Вот это чувство, оно нам Богом дано. Мы в этом чем-то уподобляемся Богу. Ибо, творя Его волю, мы всегда даём Ему возможность осыпать нас своей милостью. Вот что происходит. Как преодолеть панический страх новой работы? Не могу сменить работу, потому что боюсь дать какой-то обед, чтобы он мне помог на новом месте. Зачастую даю ему невыполнимые обещания. Ну, я не знаю, в чём причина ваших страхов. Любое новое место работы предполагает привыкание, обучение, знакомство с коллективом, с работой, с требованиями. Вот. И это всегда есть, ну, некая такая вот, ну, трудность. Но она временная. Обычно месяц, ну, два от силы человек входит в курс дела, со всеми знакомится, и ему уже эта работа не кажется такой пугающе непонятной. Единственное, что не надо брать на себя то, что явно выше ваших сил. У вас нет образования, нет опыта, а вот предложили, вы соврали, что да-да-да, смогу, а даже не знаете, с какой стороны подступиться к этому. И тогда, ну, собственно, всё рухнет, весь ваш обман откроется. Вот здесь страшно. Денег много дают, но как исполнить то, что требуют, я не знаю. Ну, главное, знаете, некоторые говорят, главное ввязаться, а там посмотрим. Но очень часто это кончается тем, что человека после испытательного срока его просят на выход. И он остаётся и без новой работы, и без старой. Вот. Ну, а тут уж какие у вас ещё есть препятствия к переходу, я не знаю. Бегать из одной компании в другую сейчас уже не получится. Сейчас уже не так легко берут на работу, как это было раньше, и сейчас, уйдя с одной, можно остаться вообще за дверями всех. Вот, никому не нужно. Но если есть к тому какие-то предпосылки, чтобы вот, может быть, денег чуть-чуть побольше будут платить, или поближе к дому, меньше тратить времени и сил на дорогу, и работа вам вполне по силам и по интересам, да меняйте, меняйте, привыкните к ней. По-моему, он даёт перед каждым делом, которое он делает, какой-то обет Богу. А я не знаю, зачем. Зачем? Потому что если человек что-то обещает, он некую такую самонадеянность проявляет. Он же не знает, а сможет ли он выполнить. Я знаю таких людей, которые часто приходят на исповедь, каются именно в том, что они не могут исполнить обета, данного Богу. Ну, надо просто быть осторожным во всяких обещаниях. Господь вообще сказал, не клянитесь ничем и никак. А будет, будет, да, да, нет, нет. То есть, если меняешь работу, не обязательно давать какие-то обеты Богу? Ну, если уж действительно хочется что-то в своей жизни поменять, то можно так сказать, господи, я буду очень стараться. И если тебе будет угодно, и ты мне поможешь, то вот я готов это поменять в своей жизни. Вот лучше так, чем я сделаю, я обязательно исполню. Возможно, там некоторые, ну, как-то вот, ну, дают такие действительно трудновыполнимые обещания. Вот, и потом оказывается, что, а что делать? Ну, либо выполняй, вот, либо уже, ну, как-то признай свою некомпетентность, свою такую вот невозможность в этом. И уж как Бог тебя судит, может быть, Он тебе иное послушание даст, тогда понеси его достойно. Душа на сороковой день встречается с Богом. Ежечасно по всей земле умирают люди. Как Бог успевает со всеми встретиться? Есть ли у церкви какое-то мнение на этот счет? Вот, я вам больше скажу, не ежечасно, а ежеминутно и ежесекундно умирает в мире несколько человек. Представляете, каждую секунду несколько человек. Вот, а Бог, Он вездесущий и всезнающий, и всемогущий. Поэтому для Бога нет никакой сложности, например, присутствовать у постели всех призывающих Его больных. Вот сколько сейчас людей лежит в больницах по всему миру. И вот если человек помолился, Господи, приди и утиши мою болезнь, и помоги. И вот Господь рядом с каждым из них. Даже если они одновременно попросили, и Он будет одновременно, благодатью Своей рядом с Ним, с этим болящим. Вот, поэтому нет, для Бога такой трудности не существует. Бог, Он присутствует даже во все времена. Это вот мы живем во времени, которое имеет некое течение. То есть у нас есть прошлое, есть настоящее, есть будущее, а Бог живет во вне времени. Он и в прошлом, и в настоящем, и в будущем одновременно. Как это? Это ствойство Божие. Понимаете? И нам, человеческим умом, это не осмыслить и не понять. И лучше этим не заниматься. Вот как это Бог может? Важно верить, верить, не сомневаясь, что может. Вот Господь говорит, кто попросит в молитве с верою, непременно дастся ему от Отца Небесного. Поэтому просите, просите. Дома, молясь об усопших, допускается ли ставить свечки в тот же подсвечник и у тех же икон, где мы молимся о здравии? Или следует выделить для этого другое место в доме? Если есть несколько подсвечников, можно зажечь в каждом из них свечу. Если есть несколько лампад, можно каждую лампадку поставить в свое место. А если только один подсвечник и одна лампада, ну пожалуйста. Но обязательно разделять о здравии и о пупоине, либо можно в одном месте? Нет, не обязательно. У Бога вообще все живы. И это разделение вообще, оно условно. Оно для нас нужно. Вот, потому что о здравии мы просим людям помощи в земной жизни, а тех, кто уже умер, мы тем просим о упокоении души и прощении грехов в вечной жизни. Просто некоторые разные прошения. Поэтому у нас и молитвы, собственно, разные. А так вообще, если человек вдруг перепутал и вписал, например, усопшего в список о здравии, и прочитал это его имя, когда молился о здравии. Ну и в этом нет ничего плохого, или греховного, или ужасного. Или наоборот. Живой человек попал в записочку, где написано о упокоении. У некоторых это вызывает чувство просто какого-то ужаса. Что вот, типа, я ему желаю смерти. Да нет же. Это же было написано не с зылым умыслом. Это же не чтобы человеку навредить. Ну, просто вот отвлекся, когда писал. Вот ум где-то блуждал, как обычно там. А рука писала. И вот попал этот человек в этот список. Ну и ничего страшного. Абсолютно ничего. Никакой ужаса здесь не должно быть. Поэтому и что касается лампад и свечей, мы можем перед одной и той же иконочкой при горении одной и той же свечи помолиться сначала о здравии наших сродников, потом взять в руки помянек и помолиться о упокоении. Тут как бы нет никакой неправильности. Живу с пьющим сыном. Ни о каком смирении помышлять не могу, потому как у пьяных людей есть свойство раздражать и обижать. Подскажите, как выглядит смирение в этом случае? У пьяных людей есть свойство раздражаться на всех и вся. Кричать, требовать, скандалить. А вот раздражить или обидеть кого-нибудь ни один человек не может. Обида или раздражение – это реакция человеческой души на то, что он слышит или видит. Вот поэтому здесь не надо как бы винить сына. Это его беда, его болезнь, его скорбь, ваша скорбь, так как это ваш сын. Как себя вести? Не кричать на него и не раздражаться. Ну, постараться себя сдержать, отделив вот этот грех винопития от вашего сына. Сына любить, а грех ненавидеть. Понимая, что грех его делает таким трудным человеком в общении. Вот грех его делает. И он сам с этим грехом побороться не может. Может быть, он молится, но слабоватенько. И здесь хорошо за него взять на себя труд молиться, очень усердно молиться и утром, и днем, и вечером, и ночью встать. И попросить Божьей помощи в борьбе с этим недугом. Потому что этот недуг, он общий ваш. Ваш сын болеет, а страдаете вы все вместе. Вот. Если вы будете на него взирать, как человека несчастного, требующего помощи, то вам будет легче на него не обижаться и не раздражаться. Болтливый человек сидит напротив на работе и безумно утравит себя и коллег сплетнями и негативами ежедневно. Замечаний не терпит. Как быть? Можно попросить пересадить и пересесть от него. Можно с кем-нибудь поменяться рабочим местом. Но если другой человек согласится, ему не будет ни в тягости, ни в болтливости. Перевоспитывать человека, ну, это бесполезно. Ну, наживешь себе или врага, или там завистника, или в общем. Ну, отношения точно испортятся. Вот так, чтобы человека прервать в том, что ему любо, и при этом его как бы не задеть, не обидеть, ну, это практически невозможно. Каждый человек, слыша замечание или упрек в свой адрес, он обязательно обижается, вот непременно. Это вот, если человек не обиделся, вот если ему сделали замечание или упрекнули его, ну, этот человек недалек от совершенства. Понимаете, вот, то есть на самом деле это очень тяжело. Даже люди церковные, десятки лет ходящие в церковь, ну, поди сделай какое-нибудь замечание, ну, это все. Вот, это иногда скандал даже в церкви возникает, когда люди, начиная во время службы повышать голос и выяснять отношения, только потому что кто-то там сделал замечание, кто-то что-то сказал. Поэтому, ну, что тут поделаешь. Либо терпеть, постараться, ну, не слышать всей этой болтовни. Либо попытаться пересесть, переехать в другую комнату, либо поменять работу. Я уж не знаю, что вам еще посоветовать. Сейчас это все непросто. Все непросто. Ну, можно, можно пробовать переключать человека на более нейтральные темы. Ну, например, когда человек взялся всех критиковать и ругать. Ну, можно тему сменить на более такую, ну, как бы для наших ушей, ну, приятную. Но так, чтобы его вообще заткнуть, ничего не получится. Это страсть, которую, ну, преодолеть может человек только с помощью Божьей, если очень и очень захочет и будет об этом слезно Бога молить. Тогда Господь его исцелит. А так, чтобы вот болтливый и вдруг стал молчаливым, но только если заболеет. Да, бывает, человек вдруг молчит, и ему даже говорит, ты что, говорит? Да что-то я себя неплохо чувствую. А, ну, понятно. Но как только болезнь отступит, ну, там, держись. Недавная проповедь о смирении ваша родила такую бурю комментариев. И мы некоторые из них включили, потому что вопросы непосредственно вам задают. Вот здесь два комментария, они похожи, и оба про смирение. Я оба их зачитаю. Где граница между смирением и «на Бога надейся, а сам не плашай». И второй вопрос. Есть совершенно жуткие случаи, когда людей избивают, насилуют, оставляют инвалидом. А вы все говорите о каком-то смирении. Неужели жертвам преступлений надо смиряться перед волей этих нелюдей, которые такое творят? Смирение – это состояние души человека. И это вовсе не покорность, когда одного другого обижают, а я стою в стороночке и наблюдаю за этой несправедливостью. Отнюдь. Смирение, оно всегда зиждется еще и на незлобии. Вот я вступаюсь за обижаемого и иногда страдаю даже от его обидчиков, но я на них не раздражаюсь. Я понимаю, что имя движет сейчас без гнева и без злобы. И я против человека ничего не имею, а против этого без злобы я выступаю со всей решимостью. Поэтому, конечно, когда при нас творится какое-то беззаконие, мы не остаемся в стороне. Мы стараемся защитить того, кто страдает, кто слаб в этой ситуации. Смирение, оно наполняет человека радостью. Вот чего человек такой унылый, безрадостный, от чего человек такой вот иногда очень угрюмый. Но от того, что он обижен, расстроен, огорчен, от того, что он не смирился с тем, что вот в его жизни так вот произошло. Бог призывает нас поучиться смирению. Но его невозможно достигнуть сразу. Вот некоторые люди, они еще не научившись терпеть, вот человек толкни, он обязательно толкнет в ответ. Скажешь, он обязательно ответит в ответ. Даже не промолчит. А такой человек уже хочет стать смиренным. Но это невозможно. Путь к смирению, он идет так по ступенечкам, потихонечку. Терпение, потом долго терпение. Смирение смиренно мудрее. Потом кротость обязательно нужно стяжать. Ибо без кротости, то есть без злобия. Но как быть смиренным? Если я озлобляюсь, раздражаюсь, гневаюсь. И вот смиренному человеку Господь всегда подает возможность и примирить враздующих, и решить спорную ситуацию, и разрешить конфликт. Вот часто бывало такое, когда возникала некая вражда в народе. Причем не один человек против другого, а одна часть народа против другой части народа. То есть вообще могла возникнуть такая гражданская война. И нередко правитель не мог эту вражду усмирить. И тогда призывали к какому-нибудь старца, известного на тот момент. И он, приходя, примирял враждующих. Потому что он был носителем благодати Божией. И вот это вот духа смирения. И когда он оказывался среди враждующих людей, то зачастую люди примирялись. Просто вот будучи рядом в них, этот дух смирения, он действовал на этих людей. Потому что человек всегда источает тот дух, который в нем присутствует. Если дух злобы, человек злится. Если дух болтливости, человек болтает. Если дух какой-то неприязненности, то человек все это неприязнь выражает в своих эмоциях. Если это дух кротости и смирения, то человек источает кротости и смирения. И те люди, которые оказываются рядом с ним, они это тоже чувствуют. И умиротворяются. И вот это и есть тоже свойство смирения. Непримиримость ко злу и любовь и снисхождение к самому человеку. И у нас голосовое сообщение. Здравствуйте. У меня двойной вопрос. Сможет ли вера спасти меня от страха смерти? И второе. Не кажется ли вам, что религии вообще в мире возникли из-за страха смерти? Конечно. Если вы приобретете истинную веру, то она изгонит из вас всякий страх. Религии возникли не потому, что был страх смерти, а потому, что это свойство человеческого существа. Бог вдохнул в человека свой дух. И человек стал трехсоставен. Тело, душа и дух. И вот дух, живущий в человеке, это наша религиозность. Поэтому каждый человек, он религиозен по своей сущности. Другое дело, что это выражение, это религиозность, оно очень разное. От всяких языческих верований и таких последований до истинной христианской веры. Много-много всяких человеческих изобретений. Это из-за того, что человеческая сущность, она требует некой реализации вот этой религиозности. Человеку необходимо верить. Это потребность его души. Но люди придумывают себе объект веры. Кто верует там в звезды, кто в астрологию, кто в человека, кто в какие-то амулеты, кто в какие-то заговоры. Ну, всего не перечислишь. Большинство людей, они вообще веруют в собственную непогрешимость. Каждый из них прям Папа Римский. Человек готов отстаивать свою правоту везде и всюду. Когда люди критикуют кого-то или что-то, это же они заявляют о владении какой-то истинной. Вот я владею истиной, и я критикую, потому что вот они все не в истине, а я в истине. Ну, собственно, и что это? Гордость, самомнение, вот такое дьявольское свойство. Вот так что здесь вот нужно нам как-то наблюдать за собой, кто куда нас клонит. Все это был заключительный вопрос. Да, ну, видишь, как вот так все быстро, доскочь, скоротечно прошло. Спасибо вам за ваши вопросы. Пишите, будем рады новой встрече. До свидания. Спасибо, Астерий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!